Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитай. Ну что ж, сегодня у нас китайские новости, так что садимся поудобнее, берем вкусняшки, фрукты, витаминки и поехали, потому что пока что я немножко болею, а вы, друзья, не болейте, потому что ну его нафиг, лучше быть здоровым и счастливым. В общем, садимся поудобнее, потому что новости вас ждут. Ну что ж, начнем мы с компании Xiaomi и с компании Redmi, потому что на днях и произошла, конечно же, мобильная конференция в Китае, на которой глава компании Xiaomi обсуждал 5G и сотрудничество Xiaomi и Redmi. Это ж как бы разные компании, да нихрена подобного, это ж одно и то же. Ну ладно, дело в том, что там показали как бы рендер Redmi K30. Ну как рендер, показали просто кусочек, а именно его фронтальные камеры, потому что там двойная фронтальная камера и это отверстие, по сути, в экране. Да, привет, Galaxy S10+. Но самое главное, что там официально подтвердили то, что Redmi K30 будет самым доступным смартфоном с 5G. Вот так вот. И даже глава компании сказал, увидимся в 2020 году. Redmi 5G будет пионером. Вот так вот. Ну ладно, окей, посмотрим. А также в качестве процессора будет Snapdragon 7250. Скорее всего, это не коммерческое название процессора. И по сути, это будет какой-то там Snapdragon 745 или Snapdragon 750. Короче, пока что непонятно, как это все будет называться. Но, слава богу, что это будет процессор от компании Qualcomm. Я надеюсь, что это реальная, точная информация, а не слухи. Потому что иногда в сети просачивается информация о том, что Redmi K30 получит процессор от компании Mediatek. Потому что там же как бы 5G, доступный 5G. Ну, блин, не хочу, не хочу. Хотя в том же Redmi Note 8 Pro, да, интересный процессор. В принципе, он меня не разочаровал. Но все равно, Qualcomm он и в Африке. Ну и, конечно же, друзья, буквально сегодня в сети появилась фотография. Как бы реальная фотография Redmi K30. Да, это безрамочный смартфон и там двойная фронтальная камера. Хотя видно там все это с трудом, потому что это все, как всегда, шпионские суперфотографии. Которые по-любому делают сотрудники компании Xiaomi и Redmi. Ну, ладно, посмотрели. Ну, как-то вот так. Ждем дальнейшей информации об этом Redmi K30. Я думаю, многие из вас ждут Redmi Note 8 Pro на процессоре Snapdragon 730G. Потому что если это случится, то все. Это революция. Это пришествие нового смартфона, который будет всех покорять. Но дело в том, что слухи об этом ходят уже, наверное, месяца так два или три. Но пока что никто ничего нам не показал. И да, все эти слухи уже всех конкретно достали. И вот недавно директор по маркетингу Индии всем ответил. Не ждите Redmi Note 8 Pro на процессоре от компании Qualcomm. Никто не будет сюда устанавливать Snapdragon 730G. Все, забудьте. Redmi Note 8 Pro не будет с процессором от компании Qualcomm. Так что, друзья, можно, в принципе, успокоиться и смириться с тем, что никто нам не покажет Redmi Note 8 Pro на процессоре от компании Qualcomm. Но дело в том, что в сети начали ходить новые слухи о том, что компания Xiaomi или компания Redmi готовит уже какой-то новый смартфон на Snapdragon 730G. Вот мне интересно, как данное чудо будет называться. Xiaomi Mi Note 10 Lite или Xiaomi Mi Note 10 SE? А? Ничего вам не напоминает? Да, я тоже думаю, что не исключено, что компания Xiaomi возьмет и выпустит просто Lite версию Mi Note 10 с камерой на 64 Мп от компании Sony. А? Нежданчик? Да, мне тоже интересно, потому что я не исключаю тот факт, что компания Xiaomi такое может спокойно выпустить. Потому что конвейер, как говорится, не остановить. Я думаю, все знают, что компания Redmi представила Redmi Note 8T с NFC, который по начинке, по железу не отличается от обычного Redmi Note 8. Правда, Т-шка стала чутка побольше и в комплекте идет быстрая зарядка, потому что в глобальной версии Redmi Note 8 быстрая зарядка почему-то не идет. А вот в китайской версии она, конечно же, в комплекте. Да, мистика полнейшая. Но дело в том, что данное чудо Redmi Note 8T скоро будет продаваться в России. И уже магазин Rumi.com объявил цены. Версия 3.32 почти 16 тысяч рублей, версия 4.64 почти 17 тысяч рублей. Самое смешное в данной ситуации то, что именно 11 числа вы могли спокойно предзаказать данный смартфон на сайте Алиэкспресс за 154 доллара. Вот так вот. 154 доллара это плюс-минус 10 тысяч рублей. Это версия 4.64. 10 тысяч рублей и 17 тысяч рублей. Ну, такое себе, если честно. Как по мне, цены в России, ну, очень-очень даже завышены. Потому что там буквально чуть-чуть добавить и можно купить Redmi Note 8 Pro. Который будет лучше, по сути, во всем, чем обычный Redmi Note 8T. Да, вот такие вот замечательные цифры. Так что, друзья, ждите скоро на прилавках ваших магазинов будет новенький Redmi Note 8T, который получил NFC и который конкретно разжирел. Потому что какого-то хрена габариты у него очень сильно увеличились. То есть рамки вокруг дисплея там капец какие большие. Компания Xiaomi решила заработать бабосиков. Причем она решила заработать бабосиков не просто так, а в сотрудничестве с Disney. Да, ничего вам не напоминает. Буквально недавно перед выходом нового Терминатора показали Redmi Note 8 Pro Terminator Edition. Ну хорошо, молодцы. Он, по сути, ничем не отличался. Только там и тема Терминатор Эдишн и бампер Терминатор Эдишн. Окей. А вот теперь скоро компания Disney представит новый мультфильм. Да? Холодное сердце 2. Который по-любому соберет миллиарды. Там все будет просто охрененно и зашибись. И вот компания Xiaomi решила, скорее всего, как мне кажется, на этом хайпануть и продвигать свой новый смартфон CC9 Pro. Он же Xiaomi Mi Note 10. Понятное дело, что пока что точной информации нет, что это будет. Но, как мне кажется, компания Xiaomi просто выпустит Xiaomi CC9 Pro Disney Edition или Frozen 2 Edition. Ну, короче, точно ничего сказать не могу. Но скоро нам покажут вот такое вот чудо. Понятное дело, что для нас это не актуально, потому что это чисто китайская фигня. И на глобальный рынок, ну, явно никто не будет запускать смартфон там Xiaomi CC9 или Xiaomi Mi Note 10 Disney Edition. Потому что это, ну, очень такая узконаправленная фигня, которая в Китае по-любому зайдет. Потому что там все вот такое вот интересное, мультяшное или все, что связано с фильмами, очень хорошо заходит. Там компания OnePlus выпускала, не помню уже, какой-то OnePlus Star Wars Edition, по-моему, OnePlus 5T. Также была версия Мстителей. Короче, там все это хавают очень хорошо. А вот у нас это как-то все не заходит. На правах сами знаете чего. Компания Blackview представила свой новый смартфон A80 Pro, который получил, конечно же, большую батарейку, низкую стоимость и дофига памяти. Итак, дисплей 6,49 дюйма. Это IPS-матрица с HD+, разрешением. Есть, конечно же, каплевидный вырез и, конечно же, есть рамки вокруг дисплея. Память 4,64 в качестве процессора Helio P25, а также здесь банка на 4680 мАч. Да, банка большая, но это еще не все, потому что это доступный смартфон, у которого целых 4 камеры. Плюс фронталочка, получаем 5 камер. Итак, вы готовы? Фронтальная камера на 8 Мп, а вот основная на 13 Мп Sony IMX 250, восьмая. Да, когда-то была очень крутая камера, а вот дальше у нас идет 2 Мп модуль плюс 0,3 Мп и плюс 0,3 Мп. В целом, комментировать я это не буду. Ну что же, дело в том, что буквально сегодня у нас стартует предзаказ данного смартфона. И компания Blackview сказала, что вот такой вот смартфон вам обойдется меньше 160 долларов. Вот так вот. Но самое приятное то, что, конечно же, они запустили конкурс. И да, кто-то из вас сможет получить данный смартфон на халяву, бесплатно. Все ссылки, конечно же, будут в описании. А также, если вы хотите просто поддержать мой канал, то перейдите по ссылке в описании и добавьте данный смартфон себе в корзину на сайте Алиэкспресс. Это все очень просто и элементарно. Добавили смартфон в корзину и, по сути, забыли, потому что 29 ноября вас ждет подарок. Короче, друзья, все ссылки в описании. Надеюсь на вашу поддержку. Ну и последняя новость на сегодня. Компания Xiaomi готовит свою первую электронную книгу. Вот так вот. Ридер, да. Xiaomi Mi Reader. Понятное дело, что компания Xiaomi не сама все это будет выпускать. Это их как бы стартап. Понятное дело, что надо сначала запустить, проверить и немножко пощупать данную почву. Стоит ли запускать массово электронные книги или это уже, ну, не совсем прибыльное дело? Ну что же, Xiaomi Mi Reader получил, конечно же, 1 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти, дисплей с HD+, разрешением и там плотность пикселей 212 ppi. В принципе, ну, скажем так, более-менее еще адекватно. А также здесь поддержка, по сути, всех форматов электронных книг, что тоже хорошо. Ну и самое заманчивое, это стоимость 80 долларов. Предзаказ уже стартует 20 ноября, а вот старт продаж 27 ноября. В принципе, очень даже интересное и бюджетное предложение. Понятное дело, что это все пока что рассчитано только для китайских потребителей, для китайских покупателей, потому что глобальной версии, естественно, пока что не будет. Да и вообще непонятно, будет ли глобальная версия данной электронной книги, потому что это, по сути, первая электронная книга от компании Xiaomi, и они прощупывают почву. Надо вот сюда заходить или же нет? Как по мне, да, в принципе, раз в год или даже раз в пару лет можно выпускать электронную книгу, которая по-любому будет на нее огромный спрос, потому что дешево и сердито, и от Xiaomi. Ну что ж, друзья, вот и все новости на сегодня. Надеюсь, данное видео вам понравилось, и вы меня будете поддерживать лайками и комментариями. И да, я пытаюсь как можно быстрее выздороветь, потому что меня этот насморк уже задолбал. Я хочу для вас пилить видосы, потому что смартфонов уже накопилось очень много, и надо работать, работать, работать и еще раз работать. Поэтому, друзья, надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку. А с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, всем пока, и да, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok